Гараж, в котором находится скейт-парк, похож на сотни обычных гаражей. Единственное, что выдает в нем место тусовки, звуки рэпа на подходе к металлической двери. И только любители покататься на скейте знают, здесь не красят и не ремонтируют машины. Здесь кипит своя спортивная жизнь. Так это хорошо пользуется спросом. Дети есть, дети, да и взрослые ребята, которые уже хорошо катаются. Можно было бы даже какую-то, как я хочу, организовать скейт-школу, то есть обучать каких-то, ну, таких подростков, которые просто хотят научиться кататься на скейт-борде, но они, можно так сказать, не знают, как и с чего начинать. То есть для начала, то есть пару занятий можно было бы, ну, то есть запускать такие. Потому что очень много ребят в городе катаются, и я прям вижу, что они просто из-за неопытности, то есть делают очень много ошибок. Кстати, Михаил выбрал весьма удачное время для открытия скейт-парка. В осенне-зимний период практически нереально заниматься этим спортом на улице. Дождь и снег не позволяют выполнить весь спектр фигур, да и травм в такую погоду уж точно не избежать. А гараж это недорого и комфортно, считает Михаил, который со скейтом на «ты» уже около 10 лет. Мне 23 года, я начал кататься на скейт-борде уже лет так 10, может, больше назад. И катаюсь до сих пор, то есть развиваюсь, почему бы и нет. То есть это хорошо, можно сказать, снимает нагрузку какую-то такую, ну, разряжает. То есть после рабочих дней, то есть пошел, покатался, уже как бы намного приятнее. То есть это лучше, чем ходить в тренажерный зал, когда ты приходишь и, можно так сказать, не получаешь удовольствие, а получаешь просто, как некоторые получают какой-то негатив, типа то, что им больно. Тренироваться сюда приходят и начинающие скейтбордисты. Очевидный для них плюс – советы бывалых любителей этого спорта. Например, брещанин Илья, которому всего 14 лет, не скрывает – бежит в гараж с большим энтузиазмом. А родители его только поддерживают. Дается тяжело, но если есть какое-то рвение, то всегда все получается. В дождь не покатаешься, потому что доска, она же деревянная, поэтому испортится быстро. А здесь тут тепло, здесь друзья, здесь все хорошо. Я сам с города Гродно, приехал сюда, говорится, коллеги погостить, заодно решил посетить это место, покататься, посмотреть, что в запарке, и может воплотить такую же, как говорится, такое же самое у нас в городе Гродно. А вас там такого нет? Нет, конечно, подавно нет. На стенах гаража, как трофеи, висят поломанные скейты. Ребята уверяют, хорошая доска должна быть деревянной, но она быстро изнашивается. А выбрасывать жалко, ведь столько воспоминаний, связанное со старыми скейтами. Потому оставляют на память и для красоты, своеобразной красоты. Расходным материалом становятся еще и кроссовки. Кроссовки – это расходный материал у скейтбордиста. Это месяц, это очень хорошо, если они продержатся, это будет замечательного качества обувь. То есть она тоже специальные бренды, которые изготавливают ее, там называть не буду. Получается, они состоят из подобия кет, прямая подошва, прорезиненные по бокам и замш там или кожзам, такое вот что идет, кому как нравится, какое что носить. Пока скейтпарк работает в тестовом режиме, а у идейного вдохновителя Михаила Пашкевича есть главная цель – найти инвестора и сделать из бизнес-идеи прибыльное дело. И в будущем сменить гараж на более просторное помещение. Ярослава Коваленко и Эдуард Букунович, телекомпания БУК-ТВ.